Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу событий. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они достигли отличных результатов в спорте, музыке и сделали научные открытия. В Самаре талантливым детям вручили именные премии губернатора. На экономическом форуме в Санкт-Петербурге губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и президент Автоваза Максим Соколов подписали соглашение о сотрудничестве между правительством региона и заводом. Документы определяют взаимодействие в сфере повышения эффективности, надежности и безопасности работы автомобильного транспорта на территории Самарской области, поддержки и развития российских производителей автомобильной техники, внедрения инновационных, в том числе, энергосберегающих технологий. В этом году Автоваз стал национальным партнером форума. Автомобили «Лада» представлены практически на всех площадках. Главная экспозиция – на центральной аллее. В рамках Петербургского международного экономического форума Автоваз официально представил новую модель «Лада Аура». Ее преимущество совсем недавно оценила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках рабочей поездки в Самарскую область. «Лада Аура» сделана на платформе «Лада Веста», но ее отличает более просторный кожаный салон, двигатель объемом 1,8 литра, автоматическая коробка передач, премиальная музыкальная система и интегрированные сервисы Яндекса. Ожидается, что продажа этой модели автомобиля начнется в следующем году. Помимо прочего, на этой неделе откроется новый филиал Автоваза в Санкт-Петербурге. В рамках нового проекта завод рассчитывает во втором полугодии этого года начать выпуск новых автомобилей под брендом «Лада». Также на экономическом форуме губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор ПАУТ-Плюс Александр Вилесов в рамках форума заключили соглашение, предусматривающее привлечение инвестиций в объеме 3,6 млрд рублей на модернизацию теплосетевой инфраструктуры региона. Из общего объема средств в полмиллиарда рублей планируется привлечь при участии правительства Самарской области из Фонда развития территорий, созданного правительством России. Это позволит в течение двух лет отремонтировать 71 км теплосетей и улучшить качество предоставления коммунальных услуг для 51,5 тысячи жителей Самары, Тольятти и Новокуйбышевска. Для обеспечения надежности теплоснабжения жителей и организаций в Самаре будут модернизированы энергетическое оборудование и 35 км сетей, в Тольятти свыше 27,5 км сетей, в Новокуйбышевске почти 8,5 км. Модернизация теплосетевой инфраструктуры в регионе проводится в рамках государственной программы «Модернизация коммунального комплекса Самарской области» на 2023-2027 годы. Благодаря переходу территорий на альткотельную, энергокомпании удалось привлечь дополнительные средства, а также сохранить стабильно высокие показатели инвестиционной и ремонтной программ в регионе. Глава Самарской области Дмитрий Азаров и руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заключили соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает развитие научной и исследовательской деятельности, укрепление связи между наукой, медициной и образованием. Поможет подготовить кадры и повысить квалификацию специалистов. Сейчас в регионе ведут работу по модернизации инфраструктуры санатория «Сергиевские минеральные воды», в которую входят четыре спальных корпуса, тренажеры, бассейны, музей и библиотека. Основными природными лечебными факторами здравницы являются минеральные источники и сульфидно-иловая грязь. Дмитрий Азаров выразил уверенность, что сотни тысяч граждан России смогут там подлечиться, восстановить свое здоровье и пройти реабилитацию. Это особенно важно с учетом различных профилей курорта, в том числе в нынешней ситуации для бойцов-участников специальной военной операции. В Самаре продолжается конкурс эскиз идей памятника специальной военной операции и ее героям. Принять в нем участие могут все самарцы до 1 июля этого года. На указанные на экране адреса жители могут прислать свои предложения, содержащие эскиз, описание идеи, предлагаемые материалы и конкретную точку размещения нового мемориального сооружения на территории Парка Победы. В городе продолжается строительство станции метро «Театральная». Сейчас специалисты ожидают решения относительно возможности скорректировать одно из ранее полученных заключений. Оно касается переустройства некоторых инженерных коммуникаций. Изначально они находились в технической зоне строительства метрополитена и подлежали выносу. Но одно из принятых решений по основному этапу возведения «Театральной» предполагает, что коммуникации могут остаться на своих местах. Речь идет об инженерных сетях по линии будущего тоннеля от улицы Ульяновской до улицы Маяковского. При этом, как заверили в региональном управлении капитального строительства, даже при возникновении аварий на сетях рисков для тоннелей метро не возникнет. В связи с решением, принятым на основном этапе строительства и заглублением обделки тоннеля на глубину более 20 метров, данные сети можно не переустраивать. На текущий момент мы находимся в диалоге со всеми ресурсоснабжающими организациями с целью исключения из переустройства инженерных коммуникаций части сетей, где мы не оказываем на них времени. В частности, эти сети водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации и тепловые сети. Продолжают работать и в зоне строительства метро в районе Перекрестка, улиц Полевой и Новосадовой. Ориентировочно 15 августа сюда завезут специальные трансформаторы, которые в дальнейшем будут нужны для запуска тоннеля проходческого комплекса. Сейчас электроподстанции продолжают комплектовать на заводе-изготовителе. После доставки и монтажа трансформаторов их эксплуатация станет возможной, но только после того, как Ростехнадзор подпишет соответствующую документацию. Доставка и сборка самого тоннеля проходческого комплекса начнется после проведения торгов, определения победителей и заключения с ним контракта. Ориентир – конец второй декады июля. Также в зоне метростроя готовятся к установке автомобильного крана. Появление станции театральная позволит усовершенствовать транспортную инфраструктуру региональной столицы, чему уделяет повышенное внимание губернатор Дмитрий Азаров. В будущем с открытием станции подземки жители отдаленных районов смогут быстро и комфортно добираться в центр города и обратно. На одной из главных дорожных артерий города, проспекте Ленина, начались ремонтные работы на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Минувшей ночью работники подрядной организации приступили к удалению старого дорожного полотна. Подробности расскажет Александра Гусева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ремонт начался со снятия старого дорожного полотна методом холодного фрезерования. Данный участок представляет собой дорогу площадью 35 тысяч квадратных метров. По времени работ порядка 7-8 дней уйдет на фрезерование. Около 3-4 дней на выставление колодцев в проектную отметку. Замену всех люков на новые антивандальные. Фрезерование покрытия выполняется на участке от улицы Полевой до улицы Новосадовой. При необходимости выправят продольные поперечные профили. Снятие старого дорожного полотна и укладка будут проводиться в ночное время суток, чтобы днем не препятствовать активному дорожному движению. Работами на инженерных коммуникациях, смотровых и дождеприемных колодцах преимущественно планируют заниматься в дневное время, чтобы минимизировать неудобства для местных жителей. Ведь при восстановлении люков коммуникации используют отбойные молотки. К укладке нового дорожного покрытия из высокопрочной смеси ЧМА-16 приступят ориентировочно через полторы недели. Напомним, в марте этого года, перед стартом дорожно-строительного сезона на проспекте Ленина, учитывая обращение горожан, литым асфальтобетоном было отремонтировано трамвайное междупутье на четырех перекрестках. Литая смесь последнего поколения позволяет выдерживать повышенные эксплуатационные нагрузки, включая вибрацию при движении трамваев. В первую очередь, при наступлении положительной температуры и благотворятного погодных условий для ремонта, были выполнены ремонт и устройство литой асфальтобетонной смести на перекрестках, расположенных через трамвайные пути. Это улица Первомайская, это улица Осипенко, это улица Челюскинцев и улица Переченья-Новосадовой. Ремонт дорожного полотна на проспекте Ленина важен не только для самарцев, но и для гостей города. Вблизи проспекта располагаются учреждения культуры, которые пользуются популярностью. Музейно-выставочный комплекс «Самара Космическая» с одним из символов города и ракетно-космической отрасли. Ракеты-носителям «Союз». Напомним, что на площадке начато строительство планетария. Также на проспекте Ленина находится выставочный центр «Новое пространство». Вдоль дороги расположены и сквер имени Фадеева. Ранее благоустроены по нацпроекту «Жилье и городская среда». У перекрестка с улицы Осипенко площадь Героев 21-й армии, сформированной в июне 1941 года на базе управления и войск Приволжского военного округа. И это место памяти украшает фонтан в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне. Рядом памятник несовершеннолетним труженикам тыла. Далее по проспекту Самарская областная универсальная, а также детская и молодежная библиотеки. Мы находимся в центре города, в одном из центров. Мы считаем этот район таким библиотечным кварталом. Три государственные библиотеки рядышком. Поэтому все, что касается нашей инфраструктуры, все, что касается удобства подъезда к нашим замечательным учреждениям культуры, у нас рядом еще музеи прекрасные. Поэтому, конечно, для нас это все очень важно. При включении проспекта Ленина в план ремонта учли и то, что в районе перекрестка с улицей Полевой находится Самарская городская клиническая больница номер один имени Пирогова, а чуть ниже проспекта станции метро Алабинская. Напомним, вопросы, связанные с улучшением транспортной инфраструктуры, в числе приоритетных для губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и находятся на контроле областных и городских властей. По итогам 2022 года Самарская область снова была признана регионом-лидером в реализации дорожного нацпроекта. В этом году в губернии на средства нацпроекта запланировано отремонтировать и построить 85 объектов общей протяженностью свыше 233 километров. В том числе отремонтируют 42,7 километра проезжих частей улиц в городском округе Самара, обновят 42 объекта. Больше половины запланированного объема работ на дорогах местного значения уже выполнено. Александра Гусева, Николай Епифанов. События. Орден мужества. Медали Суворова и Жукова. Награда за отличия в охране общественного порядка. В Тольятти в центре подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии состоялась церемония награждения лучших военнослужащих. В мероприятии принял участие генерал-майор Алияр Абдулаев, который в рамках своего рабочего визита встретился с главой городского округа Тольятти Николаем Ренцем. Подробности в репортаже Ольги Павловой. За смелость, отвагу, мужество и доблесть лучшие военнослужащие и сотрудники Росгвардии удостоились высоких правительственных наград. Торжественная церемония прошла в Тольятти в центре подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии. Ордена и медали бойцам вручил генерал-майор Алияр Абдулаев. Личный состав показывает беспримерный подвиг, самоотверженность, мужество и героизм. Вы вписали свои имена с золотыми буквами, наверное, истории своей семьи, своего подразделения, своей воинской части. В рамках рабочего визита Алияр Абдулаев встретился с главой городского округа Тольятти Николаем Ренцем, обсудив вопросы социального и культурного взаимодействия мэрии Автограда с представителями Росгвардии. А также посетил Тольяттинский культурный центр, где открылась выставка «Дети героев». В экспозиции фотопортреты, сделанные детьми, отцы которых посвятили свою жизнь служению и защите Родины. Боевые традиции части вы продолжаете, безусловно, с успехом. И мы, тольяттинцы, рады, что у нас есть возможность поддержать вас, быть рядом с вами, поддержать ваши семьи. И не сомневайтесь, это будет всегда. Самые юные участники проекта нарисовали рисунки, которые иногда лучше слов помогают защитникам Родины выстоять и справиться с самыми ответственными и боевыми задачами. Организаторами фото-выставки выступили администрация Тольятти и женсоветы воинских частей города и региона. Ольга Павлова, События. Сотрудники полиции пресекли ряд нарушений миграционного законодательства. Совместно с коллегами из территориального органа внутренних дел, полицейскими полка патрульно-постовой службы полиции, участковыми, уполномоченными полицией при содействии бойцов ОМОН, управления Росгвардии по Самарской области, они провели профилактические мероприятия вблизи железнодорожной станции на территории промышленного района, в жилых домах расположенных на улице Старый переулок и проспекте Карла Маркса, а также на берегу Волги и в точке общественного питания, расположенной на улице Маяковского. В ходе рейда выявлено 20 нарушений миграционного законодательства. В отношении 12 лиц составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренным статьей нарушения иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания в Российской Федерации. Еще 7 человек привлечены к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного статьей незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации. Решается вопрос о выдворении с территории России четырех иностранцев. В Самаре официально открылся пляжный сезон. В этом году на территории областного центра работают 9 муниципальных пляжей, на каждом из которых выставлены спасательные посты. Ежедневно сотрудниками Роспотребнадзора проводится санитарное эпидемиологическое заключение на предмет качества воды. В целях безопасности каждые 10 дней дно обследуют водолазы. Об этом сообщили на заседании общественного совета при Думе городского округа Самара. Что нового появится в акватории Волги в этом сезоне узнала Ольга Павлова. Лето, солнце, жара и долгожданное открытие 9 городских пляжей, которые уже полностью оборудованы всем необходимым. В этом году, как и в прошлом, в акватории Волги разместили все для удобства горожан. Кабинки для переодевания, теневые тенты, настилы, мойки для ног. На берегу оборудуют детские площадки. Уборка пляжей после паводка полностью проведена. Завезено 18 тысяч тонн песка. Полностью проведена планировка. И первая, вторая, третья, четвертая очередь набережной полностью уже оборудована. В целях безопасности на городских пляжах работают 14 спасательных постов. Ежедневно сотрудниками Роспотребнадзора проводится санитарно-эпидемиологическое заключение на предмет качества воды. В целях безопасности каждые 10 дней дно обследуют водолазы. Для удобства самарцев, маломобильных граждан и семей с детьми на берегу уложены настилы. Хотелось бы, чтобы на колясках мамы, которые приходят с детьми, могли перемещаться к той самой игровой площадке. Тем более, что скоро будет жарко и песок горячий. А самое главное, коляску по песку провести. В настоящее время идет до оборудования на пляже в загородном парке, барбошной поляне, санатории Можайский и Красной Глинке. Ольга Павлова, Игорь Казановский. События. Самарская домохозяйка перевела мошенникам 23 миллиона рублей. Злоумышленник обратился к 42-летней женщине через мессенджер и предложил дополнительный заработок. На протяжении трех месяцев с апреля по июнь она считала, что играет на бирже и перечисляла денежные средства на посторонние счета. Часть денег жительница Самары взяла в кредит и одолжила у знакомых. А когда захотела вывести заработок, ей это не удалось. Она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Для них жизнь только начинается, но они уже заявили о себе. Они углубляются в тайны науки, занимаются исследованиями, завоевывают медали в спорте, дарят талант и искусство зрителям. В Самаре премии губернатора вручили детям, которыми гордится регион. Подробности в сюжете Галины Топилиной. Самарский выпускник Степан Харужек – призер заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников по химии. Не раз становился призером и победителем Олимпиад по этому профилю. Планирует поступать в престижный вуз страны и связать свою жизнь с наукой. Таблица Менделеева стала для него не только матрицей судьбы, но и своего рода талисманом, который запечатлен даже на галстуке бабочки. У меня лучше всего получается и мне больше всего интересна физическая химия. Это наука о каких-то процессах физических, которые также связаны с химией одновременно. Ядерная химия, но тоже есть различные процессы, распады, это очень интересно. В будущем можно заниматься различными урановыми распадами. Это на самом деле открывает очень много возможностей, если ты хорошо знаешь физическую химию. Младший брат Степана Захар в этом году тоже на церемонии. Он играет на аккордеоне для присутствующих. В этом году он был отмечен стипендией городского округа Самара. Вручение именных премий губернатора Самарской области – еще одна мера поддержки талантливой молодежи региона. Она была учреждена в 2004 году. Ежегодно лауреатами становится 60 человек. Это граждане Российской Федерации в возрасте от 7 до 18 лет, которые проживают в Самарской области. В этом году на рассмотрение конкурсной комиссии претенденты подали порядка 350 портфолио. У нас есть определенные критерии. Работает конкурсная комиссия, жюри, которые, естественно, отбирают тот проект, который имеет в своей основе, если мы говорим, например, про науку, про учебную исследовательскую деятельность, научную основу, научную подушку. Если есть такое, конечно, эти проекты будут победителями. Но вы знаете, что любой конкурс – это победитель и обязательно тот, кто победит в следующий раз. Вручение премии прошло по пяти номинациям. Учебная и научно-познавательная деятельность, техническое творчество, художественное творчество, любительский спорт, социально значимая деятельность. Поддержка юных талантов – одно из приоритетных направлений в деятельности губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. От имени губернатора региона талантливую молодежь поздравил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. Он пожелал не останавливаться на достигнутом, стремиться к новым успехам, верить в свою мечту и двигаться только вперед. Галина Топилина, Константин Головин. События. 60 лет назад их объединил городской молодежный клуб. К юбилейной дате, со дня основания в Самаре ГМК-62, в областном художественном музее открылась выставка работ художников, входивших в творческое объединение. Городской молодежный клуб ГМК-62 долгие годы объединял талантливых людей из разных сфер – врачей, музыкантов, учителей, архитекторов, художников. Каждому из них хотелось проявить себя, увидеть или создать нечто новое, смелое. На тех встречах впервые представили свои работы самарские молодые художники, которые в последующем стали признанными мастерами изобразительного искусства. Самарский художественный музей представил выставку, посвященную 60-летию с момента основания в Самаре городского молодежного клуба. Открытие прошло в лучших традициях ГМК-62 с живой музыкой. Это прежде всего память о тех замечательных самарских художниках, которые входили в клуб ГМК-62. И, конечно, в период 60-х годов, в период до Тепеля выражали свое восприятие мира, свободы, каких-то новых чувств. Но я хочу сказать, что особая ценность этих людей и сегодняшнего мероприятия состоит в том, что именно ГМК-62 заложили многие традиции в нашей культуре региона. Активным участником клуба была и директор художественного музея Анетта Яковлевна Бас. Поэтому сотрудничество с художниками занимало особое место. На организованных клубом выставках впервые представили свои работы Юрий Андреев, Георгий Кикин, Валентин Лисенков, Валентин Белоусов, Дмитрий Кондратьев и многие другие. На юбилейной выставке в художественном музее посетители могут познакомиться с творчеством художников, входивших в ГМК-62. Анетта Яковлевна смогла наладить такую работу, что художники передавали в дар музею свои работы. Сейчас это уже легендарные мастера, 14 художников, среди которых и Сушко, и Кикин, и Белоусов. И вот сегодня мы открыли эту выставку, выставку в основном из фондов нашего музея. На юбилейной выставке спустя 60 лет со дня основания ГМК представлены графические и живописные работы самарских художников. Тематика разнообразна. Здесь можно встретить портреты современников художников, жизнь городов и деревень, строительство заводов и метро, рабочая повседневность. Несмотря на то, что по большей части представленные работы взяты из фонда музея, некоторые произведения экспонируются впервые. На самом деле очень такие противоположные какие-то ощущения у меня, поскольку представлены различные виды тематики, именно по тематике работ. Что-то связанное с родным, с Самарой, а что-то наоборот далеко от меня, что-то такое внеземное. Познакомиться с творчеством членов ГМК-62 в художественном музее можно до 9 июля. Александра Гусева, Константин Головин. События. Сделать сувенир своими руками и узнать о природе родного края. Это могли сделать гости площадки компании «Т-Плюс» на Волгофесте в рамках экологической акции. В основном мастерили дети, но к творчеству присоединились и взрослые. Всего было изготовлено около 500 различных декоративных рыбок. Подробнее в нашем сюжете. Эту рыбку, которую назвала «Бибой», юная Маргарита сделала своими руками. Использовала клей, блестки и стразы, чтобы сделать ее неотразимой. А пока занималась творчеством, узнала и правила бережного отношения к природе. Нельзя мусорить в лесу, чтобы животным было хорошо в лесу. Что нельзя ловить рыбу в местах, где нельзя ловить рыбу. И не загрязнять воду. Все это в рамках Волгофеста могли сделать гости площадки «Паутэ-Плюс». Они подготовили 500 сувенирных рыбок, которые можно было украсить и забрать с собой. А также взять книжку-раскраску, где представлены волжские подводные обитатели. Предлагаем познакомиться с многообразием биосферы Волги. Наша компания поддерживает ежедневную повестку, является социально ориентированной, ответственной компанией. И поэтому каждый раз мы напоминаем, как важно беречь экологию, окружающую среду и любить свой родной край, такой богатый и красивый. Экологические акции «Паутэ-Плюс» проводят регулярно. Весной очищали береговую линию Волги и высаживали деревья. А в конце лета сотрудники по традиции запустят в реку выращенных мальков. Андрей Грагуленко, Григорий Плешаков. События. Посмотрели бункер Сталина, получили права и сходили на Волгофест. Чем еще запомнилось самарцам и гостям города этой недели, выяснили наши корреспонденты. Сейчас диплом здесь, очень тяжелая неделя была. Вот, пишу, работаю. Так все нормально, отдыхаем. Студенческая жизнь. Приехала из отпуска, работала на даче. Что еще может быть лучше? Со свежими силами, отружусь на своем рабочем месте. Я художник, не только продавец. Им и духовное, и материальное удовлетворение. Африканские мотивы, индийские. Еще одна работа буквально наша, во стране березового сица. Сейчас переставлю ее, как надо, и вверх ногами. Хотя есть примета, если работать с этими ногами, это к продаже. Мы из Челябинска. Проездом третий раз. Нам здесь нравится. Самарский район просто очень. Мы ходили на Волгофест. Было здорово. Пойдем еще сегодня вечером. А было интересно, там лоточек, не знаю, как называется, металлические такие барабанчики. Вот очень тоже интересно. Дорогие, зараза, но звучат здорово. На этой неделе сидела дома, обрабатывала фотографии, готовила к стокам. Мы проводим фотосессии здесь, в старой части города. К нам приходят девушки в основном, молодые женщины. Мы их наряжаем в ретро-стиле, в старинные одежды. И фотографируем в старом городе, в интерьерах и на улице. Потом выкладываем в соцсети и собираем лайки. Сегодня мы принимаем экзамен в одном из колледжей Самары и в серии IT для разработки. Сейчас у нас обеден перерыв, мы решили прогуляться. Сегодня я получаю права, чем мы очень рады, потому что я к этому шла целый год. С детства прям хотела стать водителем. Мне это удалось. Каждый день приходят нам покупатели и происходит общение с ними. Вот так проходит моя рабочая неделя. Больше всего пользуется спросом наше изделие, изделие ручной работы, которое мы производим. Принимали участие в проектировании Волгофеста, принимали участие в строительстве площадки Алабина. Вот там как раз тоже мастер-классы проводятся всякие разные. У нас всякие. Учим материал, который нам давали по презентациям, по лекциям, по книжкам. Мы приехали из Екатеринбурга, приплыли из Екатеринбурга. И вот сегодня первый день в Самаре. Мы вчера посмотрели бункер Сталина. У нас обзорная была по городу. Так что вот все наметили. Сегодня осваиваем ваш город в пешем порядке. Мы планируем сейчас дойти по Ленинградской до памятника. Дядя Степи очень хотел посмотреть. А потом пойдем гулять по району, посмотреть старые дома. Мы приехали из Ишкаралы. Вот сейчас прогулка по городу. Насладиться Самарой. Далее эфир продолжит обзор телеграм-канала в городской администрации и профильных ведомств. Администрация советского района Самары в телеграм-канале предлагает 22 июня, в День памяти и скорби, в 12.15 по московскому времени присоединиться ко всероссийской минуте молчания. 12.15 – это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз. Началась война, которая унесла 27 миллионов жизней советских людей. В 2020 году президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о ежегодном проведении в День памяти и скорби 22 июня – Всероссийской минуты молчания. Ежегодно представители общественных, молодежных, волонтерских, образовательных организаций, юнормейцы, военнослужащие, представители ветеранских организаций, члены правительства Самарской области и губернатор Дмитрий Азаров принимают участие в торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню и горельефу скорбящей матери Родине и Всероссийской минуте молчания. В этом году центральная церемония возложения цветов и минута молчания традиционно пройдут на площади Славы в Самаре. Администрация Самарского района в телеграм-канале приглашает жителей принять участие в районном фестивале настольных игр, который состоится 20 июня в 10.30 в сквере имени Высоцкого. В рамках мероприятия можно будет попробовать себя в такой интересной игре, как жульбак, сутью которой является закатывание деревянных шайб в специальные лузы на доске. Еще одной игрой, которая будет представлена на мероприятии, станет шаффлборд, соревнование в котором от игроков требуется катить фишки на размеченные участки стола. Также на фестивале будут присутствовать и традиционные шашки. Отдельно будут проходить творческие мастер-классы как для взрослых, так и для детей. На этом наш выпуск завершен. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Хороших вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова